Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешеным. Аминь. Матфея 11 глава, 15 стих. Кто имеет уши слышать, да слышит. Толкование блаженного Феофилакта. Так возбуждать их к тому, чтоб они спросили его и узнали. Но они, как несмысленные, не хотели знать. Все? Ничего нет. Матфея 11 глава, 16-17 стих. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и обращаясь к своим товарищам, говорят. Мы играли вам на свириле, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Толкование. Этой притчей указывает на грубость и своенравие иудеев. Им, как людям своенравным, не нравились ни строгость жизни Иоанна, ни простота Христова. Но они подобно были глупым и своенравным детям, которым никак не угодишь. Хотя плачем, хоть играй на свириле. Хоть плачем, хоть играй на свириле. Впрочем, выслушай другое объяснение. У иудеев некогда была в обычае следующая детская игра. Дети, во множестве собравшись на площадь, разделялись на две части. И одна часть их, как бы в поношении настоящему житью, представлялась плачущей. Другая, напротив, играла на свириле. Между тем, торговцы, занимаясь своими торговыми делами, не обращали внимания ни на тех, ни на других. Вукоризну иудеям Господь говорит, что они, поступая подобно сему, не подражали ни Иоанну, когда он проповедовал покаяние, не уверовали и во Христа, которого жизнь казалась как бы радостную, но на обоих не обратили внимания. Сегодня это точно так же. Как бы ты ни жил, как бы ты ни каялся, если что-то сказал о себе, значит не все сказал, ты еще грешней, еще большей. А если сказал где-то, они добавят там десятки раз еще больше. То есть, вот я гляжу, привязывается к каждому. Вообще, вот пустота, заниматься нечем. Я действительно осознаю это уже. Когда ничего у человека нет, он как-то в чужую жизнь все лезет и лезет где-то. Ты по делу говори. Он искажает Слово Божие. Вот тут надо бороться. Вот он вредит многим людям. Вот тут надо показать, где выход из этого. А не так, что просто там целые нации поносят вот такие. Но нация не вся одинаковая бывает. И вот все на одном поношении, везде. Какого царя не дай, поносят, злобятся. Ну конкретно покажи. Сталин уничтожил 100 миллионов, допустим. А то цифра, говорит. Но если это ничего нету. И вот считаешь, когда это, ничего не меняется, ничему не вучится. Вот Бог дал эту жизнь подготовиться к вечности. И как вот мусор какой-то по реке течет и. Ничем не занимается. Никакого следа нету. Год прошел два, ничего нету. Ну ты можешь это сделать. Можешь запнуть все те камни, которые он запинался. Где он падал. Где ему больно было. Ну хоть маленько из его биографии что-то возьми на себя. Проверь, тогда посмотришь. Тем более уже умерший, за себя заступиться не может. Он не может сказать в оправдание. Ладно, если есть еще хорошие ученики, они как-то опровергнут. Ну так Господь допускает. У верующих одно объяснение. Господь допускает. Поэтому плачные, исходив в постах, молитвах, судить все равно будут. Это есть у Сологуба такое стихотворение. Она клевета, говорит, и под дверь подползет, и везде. Ничего нельзя сделать. Матфея 11 глава, 18-19 стих. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел сын человеческий, ест и пьет. И говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее. Толкование. Жизнь Иоанна подавляет плачу, потому что Иоанн обнаруживал большую строгость и в словах, и в действиях. А жизнь Христа уподавляется свирели, так как Господь был весьма приветлив ко всем, снисходителем. Да всех приобретет. Благовествовал в царстве, не показывая той строгости, какую обнаружил Иоанн. Пища Иоанна была грубая и не везде находимая. Ни хлеба он не ел, ни вина не пил. Напротив, у Христа была пища обыкновенная. Он и хлеб ел, и вино пил. Таким образом, жизнь их была противоположна одна другой. Однако иудеям не нравилась ни та, ни другая. Об Иоанне, который не ел и не пил, говорили, в нем бес. А Христа, который ел и пил, называли человеком, любящим есть и пить. Евангелист не записал всех клевет их, почитая достаточными и сии слова к их обличению. Проповеднику покаяния так и следовало представлять в себе образ сетования и плача, а подателю оставления грехов быть веселым и радостным. Впрочем, Христос не оставлял из строгой жизни, потому что жил в пустыне со зверями и постился в сорок дней. Как сказано было прежде, да и участвуя в самых трапезах, он ел и пил благовейно, воздержно, прилично святым. Когда уже говорит, ни Иоанново, ни моя жизнь не нравится вам, и вы отвергаете все пути спасения, то я, премудрость Божия, оказываюсь правым, не перед фарисеями, а перед чадами своими. И уже вы не будете иметь оправдания, но непременно подвернетесь осуждению, ибо я со своей стороны исполнил все, а вы неверенность им доказывайте, что я прав, как не опустивший ничего. Будет день, когда придется за все давать отчет. Вот страх Божий должен быть на первом месте. Страха Божия нет. Человек не может ни себя исследовать, ни другую жизнь. Я вот стал внимательно смотреть, но как-то Бог отдал. Вот Ари был, там уже проклинает все, но везде отзывается о нем, как о человеке очень знающем, выглядевшем так презентабельно. Не то, что там Пресхила Максимила, а о них по-другому. И вдруг он был где в отхожем месте, ну в сортире там, в туалете-то. И он, выпали у него там внутренности. Я с врачами стал беседовать. Может ли быть такое от натуги? Она говорит, не может. Такого никак не может быть. Там внутри еще что-то может быть, чтобы внутренности выпали, или через задний проход, или не знаю как. Его просто убили, убили православные. Я так пришел к выводу. А почему? Да про Лея Саврянина пишут. Во время пения рождественского, он в алтаре молится. Ворвались туда и убили. И это пишут в житиях. Когда начинаешь внимательно все смотреть, много недоговоров, много тут стилизовали, особенно в политической системе. заказ был. Вот канонизируют, допустим, Матрону или кого. Говорят уже, она много обличала священников. Допустим, там не она, а другая. Специальная комиссия составленная. Но у них уже стандарт, шаблон. Она не подходит под это. Так как ее канонизировать? Тогда убрать это все. Так это не ее будет биография. Про меня вот пишут, вы говорите, обличаете, то другое. А вы допускаете такое, что вас могут канонизировать? Полуросла, это все можно было. Да безумия до конца нет. Я всю жизнь боролся против канонизации. Вот из ваших книг уберут, там, где вы обличали патриархию, это и канонизируют. А то у них очень просто все делается. И будут вас резать. Я говорю, я у меня в сапогах сказал хоронить. Я как дам с сапогом, как Епифания. Ну и вылетят оттуда. Ну на вопрос такой и ответ. Все такое нарощечное какое-то. Серьезная настоящая жизнь, это так. Покаяние, изменение жизни, рождение свыше. И далее возрастание во Христе в Духе Святом. В этом вся жизнь. Всему не научишь. Он ему только покажи и знает. А дураку, говорит, кол на голове тиши. Так и в деле спасения. Нам Бог открыл это. Открыл через слово свое. У меня вера в слово Божие. Моя первая была молитва, сознательная, 23 года. Я просил у Бога веры в то, что Библия это от Бога. И мне мгновенно это было дано. 50 лет как один день прошли. Ну я, как свою жизнь судить? Думаю, что в годы перестройки больше меня никто не проповедовал. Нигде. Я ежедневно проповедовал не менее 10-15 и больше часов. По разным предприятиям. Воинские части, заводы, прокуратуры, суды, тюрьмы, детские сады. Ну где бы только ни было, и везде, и буквально денно и ночно было. А патриархия что делала? Они только гонялись за мной. Гонялись. Десятки школ у меня. Газете «Кто такой?» Игнатий Лапкин. Всякие клеветы. В воскресенье мы ходим. Тут старое кладбище. Там горы. Катаются люди. Вот ад они ходят. Мертвецам поклоняются. Я за полное погружение. Тут в священнике был Михаил Скачков. Трезвый-то никогда не был. Прости Господи ему. Это самое клеветическое показание на суде на меня давал. Он это, знаете, вот полное погружение. Это как Нептуну поклоняются. Бешеные, тупые, мертвые, пьяные попы. Они нигде никак не поддержали. Я людей всех направляю в церковь, в храмы. А они говорят на исповеди, что вот а мы ходили, батюшка, на занятия. Ходим к Игнатию на занятия в университет. Что ты? Нельзя. Это еретик. Там никак. Я этих людей встречаю. Они никуда не ходят. Потерянные. Одна в царь по вине священника погибет за того. Говорит, вот священник, тебе не хватит всей жизни загладить эту вину. За нее Христос умер. Я это все испытываю ежедневно по сегодняшний день. Лютые волки, нещадящие стадо. Клеветники. И что? Ничего. Это моя участь, моя планета. Я обязан трудиться и молиться за них. Молиться. Произнося в молитве их имена. А может быть изменится. Может быть изменится. Приходили и каялись. Падали, плакали. Все было. Ну, это жизнь. Ну, вот это такие вот эти дети. Дети неразумные. Что с них возьмешь? Они неверующие. Все рукоположные раньше времени. До 30 лет. Даже хоть любого патриарха. Кирилл патриарх. Он до 30 лет даже епископом стал. Вещь неслыханная. Есть правила соборные. Да почти все. Они не объясняют. Просто принято. Василий Великий сказал. Ну и все. Григорий Ницкий. Но правила 6-го Вселенского Собора 14-15-е. Чтобы диакона не раньше 25 лет. А священники не раньше 30. Ибо и сам Христос вышел на проповедь 30-летней. Правила дают. То есть выше Христа лезешь. Что тебе не пасть. Тогда жили дольше. Ничего не жили. Не жили дольше. 70 лет. Давид говорит. 89-й Псалум считай. Пошли. Матфея 11-го глава с 20-го по 22-й стих. Тогда начал он корять города, в которых наиболее явлена была сила его. За то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин. Горе тебе, Вифсаида. Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во влетящие пепли покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда. Нежели вам. Толкование. Показав, что он сделал все, что надлежало сделать, а они между тем остались нераскаянными, начинают укорять их, как непокорных. Дабы ты знал, что неуверовшие были злы не по природе и не по местности, а по собственной воле. Господь упоминает Вифсаиду, из которой был Андрей, Петр, Филипп и сыны Зеведея. Ибо это ясно показывало, что злоба иудеев зависела не от природы, не от местности, а от свободы. Иначе, если бы злоба зависела от природы или от местности, то и те были бы также злы. Вифсаида и Хоразин были города иудейские, а Тир и Сидон – елинские. Посему Господь, как бы так сказал, ели нам будет отраднее на суде, нежели вам, иудеи, видевшие чудеса и неуверовшие. Господь называет иудеев худшими Тирян и Сидонян, потому что Тиряне приступили закон только естественный, а иудеи – естественный и Моисеев. Те не видели чудес, а сие видели и только хулили их. В речище есть знак покаяния, сыплет же на голову пепел и прах, как видим, седущие. Вот делает лучше кому, как на суде. Вот иудеи как-то выразили это, что если в мире существует 10 частей лицемерия, то 9 из них в Иерусалиме. Я прихожу, если существует в мире 10 частей лжи, то 9 из них в патриархии. Ну все на лжи построено. И все какие-то объяснения, для чего семинария, академия я нахожу ответ, только для того, чтобы оправдать любое беззаконие. Любое. Ну торговлю выгнал Господь. Чего непонятно. А там валы были. Ну и что, что валы были? А у нас-то что? Да про валов говорится жертву приносить-то. А про иконки, про свечи ничего не говорится. Вообще нету где-то. И вот какие-то гнилые подпорки под свои объяснения, под свою жадность подставляют. Да какая же это вера? Никакого самоотрещения, ничего нет. Вот ходят, толпятся, стоят, придут, выходят священник, кружатся, ходят там, ходят. Ну скажи слово, открой уста. Мертвое мимо в театре. Ну что тут понимать-то? Тут таланта никакого не надо. Ну и так понятно. Где бы ты ни пришел в любом заведении, людей учат чему-то. Учат. Здесь ничему не учат. В большинстве случаев. А если учат, так лучше бы он не учил. Он говорит такое, что переспроси его, восстанови, что ты сказал. Ему никогда это не сделать. Он так. С кондачка, как говорят. Что бы ни было. Где бы ни сделал замечание. А какое ты имеешь право. Я священник, кто другое. На суде Божьем, разве ты так будешь говорить? Вот слово не суди в устах священника, оно не трожь меня. Не трожь меня. Больше ничего в этом нет. Ну народ-то видит это, все понимает. Люди-то от них отходят. Пустые храмы. Ничего. А на людей много. Да много город-то, миллионы-то. Что там много-то? Там процент какой-то. Ну выставите хотя бы на улице ну 2-3 тысячи мужчин, которые могли бы вот так поклон сделать, помолиться, как мусульмане молятся-то. Да за 2 тысячи лет этого не было никогда. Никогда. Везде тирания, везде только так, что царь, диктатор какой-нибудь там. Никогда по-другому не было-то. Нам рта раскрыть нельзя. Если говорится об аде, ад будто бы приготовлен для православных. Про небо вообще ничего не знает. И все заупокойные священники это одобряют. Не забывайте, братья и сестры, подавайте записки, там панафиды эти, панихиды. Ну не верующий был совсем. Любого отпевают. Но обман же идет. И притом гарантии никакой нет. Католий хоть говорит, там счастелище, переходит, где-то там свои басни составлены. Здесь вообще ничего нет. Деньги взял, пошел. Вечное поминание. Да какое ему вечное поминание-то? Меняются люди. Покойников-то больше, чем живых-то. Живых-то 7 миллиардов, если так считают-то. А умерло-то 100 миллиардов. Ну ясно дело кого. Везде обман. Обман и ложь. Это царь Николай говорит, всюду измена, трусость и обман. Повсюду. Так не ты ли ее насеял-то? Священники говорят, невежественный народ, тупой, как архимандрит Иоанн Экономцев сказал, или этому слепорожденному. Так не вы ли его, любезные батюшки, сделали таким? Неужели это у сектантов скажут, что они тупые, необразованные? Они их день и ночь на Библии держат, пасут на злащих пашетях. Здесь Библии не знают совершенно. Мы, говорю, дорогой посадили священника, мы ехали. Мы ехали 1300 километров, их везли с матушкой. Я ему дорогой едем беседовать вначале, я говорю, да открой, почитай послание Галатам, первая глава где. Он не может найти Галатам. Он по заголовкам ищет, по оглавлению. А на Ветхий Завет дается впереди, он не понимает, что еще существует Новый Завет, даже не знает. Он в книгах Моисеевых искал, искал, не нашел. Потом в конце начал, в книгах Маковейских искать, послание Галатам, это священник. А потом, как обозлился, как воскрысился, вы меня унижаете этим, что я не знаю. Зачем унижать-то? Куда унижать-то, когда ты вообще ничего не знаешь? И чему ты можешь научиться? А мы императора венчали, а то не какого-то Михаила, уже императора. Путин-то, наверное, не знает про это, что он уже никто. Тут уже переворот прошел, свой и Раван пришел. Вот на одном безумии все идет. И кому она нужна, эта страна? Нас Бог и сметает, и уничтожает. План Далеса. Да Далеса здесь, он прав был, не покорилась-то какая. Два-три человека русских уже никак не сходятся вместе. Я нигде в интернете не вижу, что мусульмане так собачились друг с другом. Маленько, чуть-чуть, где-то не так, готовы уничтожить хуже всяких мусульман. Да вот Писание-то, читай. Ненависть одна, всюду и везде, клеветы непрерывные. Я это испытываю 50 с лишним лет. Матфея 11, глава 23, 24 стих. И ты, Капернаум, до неба вознесшись, до ада не звергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явлены в тебе, то он оставался бы до сегодня. Но говорю вам, что с земли Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. Толкование. Капернаум возвысился тем, что был городом Иисуса. Ибо он славился, как его отечество. Но это по причине неверия и не принесло ему пользы. Напротив, он осуждается в аад, потому что, имея в себе такого жителя, не хотел получить от него никакой пользы. Слово Капернаум означает место учешения. Посему заметь, для предосторожности, что если кто сподобится быть вместилищем учешителя Святого Духа и потом станет гордиться и превозносится до небес, тот, наконец, за свое высокоумие не спадет до ада преисподнего. Итак, бойся, человек, и в трепете смиряйся. Вот высокоумие. Да, грех, постыдный грех. Но какой священник не заражен этим? Я ему показываю. Вот Иоанн Затау сказал, вот каноны собора. А что каноны? Они устарели. Я говорю, соборное постановление. Он священник еще был. Или архиерея, что скажут? Конечно, архиерея местного служа. Это боги. Это боги в человеческом образе сошли к нам, как язычники говорили. Архиерея – это главная фигура. А с ним начинаешь говорить, у него кроме снобизма ничего и нету за душою. Он всего боится, он трепещет. С ним разговариваешь, я в приемной сижу у него, подарить вот эти книги, подарить. А давай через секретаря. Да что книгу-то написать или издать? Это что, фуражку на голове повернуть? Я прошу полторы минуты всего войти и поприветствовать тебя в Омске были. В Омске. Ни под каким видом. По телефону разговариваю. Разговариваю с Владыкой в Тульской области. Ни под каким видом. То есть они совершенно отстраненные, они народ не знают, не любят, никуда они не идут. И как, прощаясь с Павлом, падали на шею, плакали. Какая шея-то? Тебя за шею только оттуда могут прогнать. Ну нет ничего евангельского-то. Мы деяния апостолов стали считать, тут собрались братья, сестры, и 28 глав по стихам. И на каждом стихе останавливаются. У нас в православии есть это или нет? Нет ничего. Это совершенно новая придуманная вера. Нельзя везде сегодня называть православная секта. Секта, вся патриархия. Когда, ну, юридически, она не секта. Ну, получается, отсеклась от апостольской церкви, как старовера, старобрядца, не старовера. Думать, о чем тут думать-то? Бери Евангелие и исполняй. Господь так сказал. И вот все объясняют, поститься не надо. Мы были в крестный ход, и поэтому, да что это, мусульманский хадж какой? Поститься нельзя. Да это у них написано в Коране. Если военные действия, то пост отменяется. Ничего не знают. Совершенно. А у нас батюшка был, он разрешил. Петров пост. Поехали. А батюшка разрешил. Да как он может разрешить-то, когда он сам под этим каноном? Он не может разрешить. Я говорю, ну, ты пойди сейчас к начальнику на работе и скажи, ну, я хочу. И дальше назови, что ты хочешь, не в его компетенции. Вот в этом элитном доме жить, он скажет, это не в моей власти. А быть космонавтом не в его власти записать тебя туда. А это в Царство Небесное. Главное быть с батюшкой. А ему что-то жертвовать, давать. Это не вера совсем. А для чего мы это делаем? Мы считаем это, чтобы люди, хотя бы один человек, это понял. Священство должно быть. Оно нужно. О нем молиться надо. Его не отвергаем мы. Но нельзя же тупость прославлять. Безумие полное. Когда соборы все отвергли, соборные правила, как будто их никогда и не было. Да какие мы православные? Веруем во святую и соборную. Церковь. Дальше. Матфея 11, глава 25-26 стих. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сия от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Толкование. Бог скрыл великие тайны от признающих себя умными не потому, как бы Он не хотел даровать им их и был причиной их невежества, но потому, что они сделались недостойными, потому что почитали себя умными. Ибо кто считает себя умным и полагается на собственный разум, тот уже не молится Богу. А когда кто Богу не молится, то Он не помогает тому и не открывает ему тайн. Бог многим не открывает своих тайн наипача по человеколюбию, дабы они не подверглись большему наказанию за пренебрежение того, что узнали. Здесь показывает человеколюбие Отца в том, что Он открыл младенца не по просьбе осем чем-либо, осем чем-либо, но потому, что так было угодно ему от начала. Благоволение то же, что желание и соизволение. Главное, чтобы Бога знать, хвалящийся хвалить тем, что знает Господа. Ну а как Бог прощает? Ну как, я помолился, Он простил как? Ну то есть изгладил, и все. Да не изгладил Бог. Возмездие за грех смерти, этого православные совсем не знают. Главное, батюшка, Он накроет тебя и Петрахилю, фартуком своим, и что-то тебе даст проглотить, святой воды наберут, придут, а воскупается в крещенской воде и изыщество. Люди не знают Бога, Бога не знают. Священники об этом не тоскуют и не плачут. И мы просто это дельцы от имени религии, и они их держат по своей ряской, и щипят сколько им надо с них. Дерут с них шерсть, мясо. Дальше. Матфея 11, глава 27 стих. Все предано мне отцам моим, и никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет открыть? Толкование. Выше Господь сказал отцу, Отче, благодарю тебя, что ты открыл. У меня и у отца власть одна. Когда же слышишь, предано, не подумай, что ему предано, как рабу или как низшему, напротив, как сыну. Ибо ему все предано, потому что он родился от отца. Если бы он не родился от отца и не был одного из сестра с отцом, то и не было бы ему предано. У отца и сына сила одна, потому что открывает и отец, и сын. Вот эти вот слова толковать никак не надо. Я их всегда обхожу. Я считаю, одно из немалых чудес, какие произошли, допустим, за последнее столетие, то, что адвентисты седьмого дня, не имея этого учения, учения о Троице, вдруг признали Троицу. Это единственный случай, как я знаю в истории. Я просто не знаю где-то, может, еще где-то было. Потому что доказывать учение о Троице в сто раз легче доказывать, что Христос не равен Отцу. Везде там пошлет, зависимость. Ты благодарю, что услышал меня, даже Лазарь не может воскресить как бы. Мы приняли учение, потому что мы православные. И учение о Троице я никогда никому не буду ни навязывать, ни проповедовать, а просто свидетельствовать. Говорить, доказательств из Писания больше на обратное. Меня этого простить не могут. Я тебе докажу это. Допустим, из всех Евангелий мы находим, что Он является первым как бы творением, как и эговисты учат. Но это не так. Он равен Отцу. Единосущная, нераздельная Троица. Поклоняемая и славимая. Я так исповедую, но я исследую всегда учения врагов. Что у них там есть? Чем они это доказывают? И нахожу, что они правы. Вот называют Богородица. Бога нельзя родить. История предлагала назвать Хрицародиса. Это правильно. Но, однако, его еретиком объявили-то. Я ее называю Богородицей, я православный. Но я не могу не размышлять. Вот сейчас все знают, Гитлер напал вероломно. Но Виктор Суворов, призун, он доказывает, это самый популярный историк сегодня, доказывает, что Сталин готовился напасть. Гитлер просто опередил его на две недели. Вот и все. И опровергнуть этого никак нельзя. Два змея схватились тут. Ну, а уже воля Божья была такая, что Гитлер, ну, на два фронта и проще потерял. Это я не историк, просто я говорю. Надо против общего течения воздвигнуть свое. Что Резун говорит под псевдонимом Суворов-то? Он говорит вопреки всех исследователей, всех военных стратегов, всех маршалов. А они перед ним все вместе взятые до единого, никто. А почему он не боится? Он открыто говорит. Говорит о Сталине, о вождях, обо всем. Эти все боятся. Одно слово, не так, он исчез. Его Бог избрал на это. А его дважды приговорили к смерти в Советском Союзе, это в России. Ну, можно сегодня-то снять это клеймо с него и воздать должное, его бесстрашию, что это герой нашего времени. Он все это раскрывает, как Солженицын. Тут даже по героизму меньше Солженицын, чем Резун. Я не говорю о жизни, о подвиге. Я просто исследую, анализирую это, вижу. Резуну этому Суворову сегодня нет равных никого. Никого. Втайне открыто о войне, говорится. Насколько он популярен. Это самым лютым врагам открыто и пытается что-то говорить, как говорится, вякать. Так и в Священном Писании. Вот сектанты толкуют по-своему. Ну, сравни с толкованием святых отцов, с Иоанном Златоустом. Любой стих, я уж не говорю про откровение, да ничто. Пис-комара. Ну, можно задуматься, сесть и сравнить, посмотреть, как Иоанн толкует, почему, у сектантов одно место противоречит другому. Толкование должно быть такое, что ни одно место никакому не противоречит. Вот тебе тысячелетнее царство. Что оно означает? В последний день все будет. Никакого тысячелетнего царства не было и не будет. Оно только духовно понимается. Время евангельской проповеди. От распятия Христа, от воскресения его из мертвых. И за три исполня года до пришествия Христа, до антихриста. Вот и все. То есть везде надо аналитический подход иметь, смиренно, не высокоумствовать. Что бы ни сказал высокоумничают, а начинаешь говорить, знаний никаких нету. Одно надмене. Кажется, более тупых, чем священники, никого нету. Их высмеивал и Пушкин, и Толокопоп, Толоконный лоб, и кого только не было. Уж на что Достоевский, там, Лесков, из семьи священнической. И все равно у них смотришь, в каком виде они их представляют. Но только вот Зосима там показан один. Нечего было взять. На картинах, там, с иконой Курский ход, вот пасхальные, там, когда идут эти передвижники, когда рисовали, они брали с натуры все это. Тупое, щаванливое сословие. Оно всегда имело льготы от Чингисхана, от всех завоевателей. Всегда. То есть нужные народы были далеки и чужды им. Единственное, кто начал с ними разговаривать, как со всеми, это советская власть. Подряд всех колотили, били, расстреливали. И казалось, после этого должны бы быть внимательны. Только разрешили свободу опять. Опять командует, опять господствует. А Петр говорит, не господствуй над наследием Божиим. Церковь трижды больна трусостью и корыстью. Краснок Левитин историк, исповедник Господень, церковный историк говорит об этом. Ничего не понимают, не слышат, не знают. И такие же прихожане. А вот с нами вместе вы не причащаетесь, главное, вместе причащаются. Вот мы не поминаем на богослужении патриарха. Как будто от моего упоминания его спасение зависит. Прямо руки отрывает, голову отворачивает. Поминать надо, поминать надо. Зачем поминать-то? Я его не забывал никогда. Я каждый день, днем и ночью о нем молюсь. Я молюсь о нем многократно, но в храме мы его не поминаем. Он наш ни господин, ни отец. Я о нем молюсь, как о человеке, который нуждается в духовном рождении, также об архиереях. не надо высокоумничать. Не надо высокоумничать. Говорит один из гонимых, Стефан, первомущенник. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Кого? Ну, просмотри, по Библии даже, кого не гнали? А их было-то не столько. Их были сотни, сотни при Елисеи, когда кормили их, там, Авдий их там кормил в пещерах-то. И все они были гонимые, все. Вот особо хороший фильм Иеремия, когда его избивают, он падает, и кое-как поднимает голову и опять так говорит Господь. Вот что нужно сегодня. Вот на это надо настраивать. Аллах Акбар. А я говорю, Иисус Акбар. То есть, Иисус Велик. Иисус Акбар. Дальше. Матфея 11 глава с 28 по 30 стих. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго моё благо и бремя моё лёгкое. Толкование. Призывает всех вообще, не одних иудеев, но и язычников, под труждающимся, надо бы наразумить иудеев, как проходящих чашеское законное послушание, и трудящихся в исполнении заповеди закона, а под обремененными язычников, которые обременены были тяжестью грехов. Во всех сих Христос призывает к успокоению, ибо что за труд уверовать, исповедать и креститься? И как не успокоиться, когда здесь бывает беспечален о грехах, сделанных до крещения, и там получишь вечный покой? Игорь Христов есть смирение и кротость, посему кто смиряется перед всяким человеком, тот имеет покой, пребывая всегда без смущения, тогда как тщеславный, горделивый, находится в беспрестанном беспокойстве, опасаясь лишиться от чего-нибудь, и усиливаясь, как бы больше прославиться, как бы победить врагов. Это Христово Игорь, то есть смирение, легко, потому что в нашей униженной природе удобнее смиряться, а не превозноситься. Впрочем, Игорь называется все заповеди Христовы, и все нелегкие, по причине будущего воздаяния, хотя в настоящее краткое время и кажутся тяжелыми. Комментарии ваши. Да. Иго Христа это Иго любви, возрожденная Духа Божия, искупленная Иисусом душа подобно Марии Магдалине, подобно невесте в песне песней. Успокоение даже среди огненных испытаний она находит себе, только свидетельствуя о женихе своем. Исповедать Иисуса в этом мире это радостный житворящий труд свободный во Христе, облагороженной, деятельной, обновленной души. Эта Иго они с радостью несут на свободе и в узах. И этим они вдохновляются и переходят от сил в силу. Псалом 91, 15 стих. Они в старости плодовиты, сочны и свежи. Сочны и свежи. Сочны и свежи. Псалом 103, 33 стих. Буду петь Господа во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть. Все. Конец 11. Этот стих знают наизусть многие. Иго, мое благо. И все время стонут, а то трудно, что бы ни сказал, а то трудно. Для любящего сердца как это может быть трудно? Мать стирает за ребенком, кормит его, ночью не досыпает, и что она радостна. Если мы здравы в вере, нормальные, здоровые люди, не увлекаемся мирскими похотями, что заповеди Господни трудные? Молиться, трудиться, доверяться Господу, слышать стоны и вопли, спешить на помощь, сверх меры Господь ничего не требует. Легкие, Господь говорит легкие, иго мое благо, и бремя мое легкое. Разделили, где язычники, ну кто бы ни был, ну концовка-то для тех и для других одинаковая. Бремя легкое, труда никакого нет. И дальше опять начинают, ну как на благовестие пойти и говорить о любимом? Ну как это может быть трудным? Все? Все. Одиннадцатый глав закончился. А-а-а. Ну и по времени тоже. Ну ладно, смотри, подожди, я покажу кое-что. Вот у нас сокровище, трехтомник, Нового Завета. Каждый том, семьсот пятьдесят две страницы. Полное толкование по святым отцам с откровением вместе. с откровением. Вот он как выглядит. Закладка им подарочной. Двести сорок иллюстраций Гюстава Доре нами раскрашенная. Были люди, которые не согласны, да как может, да что ж нельзя-то. Любую картинку ребенку дают, и он ее раскрашивает. Мы как малые дети, мы нуждаемся в этом. Вот, я сейчас покажу. Тут где-то картинки одинаково, чтобы были так. Вот оно. Видишь, как красиво выходит. Ну и наше сокровище, конечно, вот библейский православный сайт во свете Библии. Если кто не знает, просто Игнатий Лапкин, это я, и сайт подставьте в Google, и сразу найдете. А внизу вот написано православный форум Игнатия Лапкина. В него ткните, и сразу же будет вот православный форум. Одновременно. И с форума там после каждого тоже легко перейти на сайт. А самая ценная это 4124 ответа. Вот они, 55 папок. В любую ткни, вот что такое Библию, ткнул ее, она открывает тогда все вопросы, которые задавали мне в университетах по Библии. Вопрос, ты прочитал, ткни в него, и сразу пойдет ответ. У меня не тянет, сейчас идет ужатие роликов. Я готовлю их для этого. И у нас открытый видеоканал сейчас во свете Библии. Вот. Православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Вот скоро будет уже тысяча наших роликов, наших, не чужих. Обычно люди берут и ставят сюжет. У Осипова много, у Кураева много, но и у нас есть. Мы недавно начали выставлять год. Около тысячи роликов. Вот у нас есть mail.ru, страница, тоже Игнатий Лапкин. Более тысячи роликов, четыре тысячи фотографий. Здесь столько материала, море. Мы даем людям знать об этом. Вот если ты зайдешь, кто там будет, вот сюда, во свете Библии, здесь пятьдесят книг моим голосом насчитанный. Двенадцать томов Златоуста, двенадцать томов Житья Святых. Все здесь, вот звук и видео. Только зайди и ты получишь желаемое. Все пока. Подойди тут рядом, покажи, посмотри. Тут поисковик вот найти. Любое слово зарядил, и ты уже увидишь, что это. Сейчас у меня идет, вот оно, ужатие. Работает такая программа. Ну, уже мать много приходится. Потому что очень большие ролики, занятия, и потом выставляем их в интернет. Я вот сегодня ночью три раза только вставал, когда она доработает, я встаю так просто как-то пробуждаюсь, сам не знаю как. Пробуждаюсь и ставлю другой, и дальше идет, постепенно, постепенно, а потом днем уже тогда закачка идет. Конечно, теряется качество, так же просто Да, слава богу.